Смотрите сегодня выпуски. Кредиты по 3%. Правительство запустило новую программу поддержки предпринимателей. Санки и коляски под запретом, что нельзя хранить в подъезде. Атомные сказки. Майков приглашает саровчан принять участие в литературном конкурсе. Далее расскажем обо всем подробно. По условиям программы «Фонд оплаты труда 3.0» взять кредиты на льготных условиях смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают в наименее восстановившихся отраслях российской экономики. К таким относятся общий ПИД, культура, спорт и развлечения, организация мероприятий, туристический бизнес. Важные условия – бизнесмены должны быть участниками прошлогодней программы кредитования по 2% годовых. Если в прошлом году получали кредит, выполнили условия по программе «Фонд 2.0», то в этом году сам Бог велел. Кредит под 3% годовых дается на год. Первые 6 месяцев никаких выплат по займу. Основной долг и проценты по кредиту нужно будет выплатить в течение второго полугодия равными долями. При этом заемщик берет на себя обязательства не уменьшать численность сотрудников более чем на 10%. То есть работать должны 90% сотрудников от численности штата. Берется МРОД, минимальный размер оплаты труда умножается на количество сотрудников, умножается на количество месяцев в периоде. То есть если это кредит на год, то это 12 месяцев. И, соответственно, вот эта сумма льготного кредита, который может быть предоставлен предпринимателям. Кредит на льготных условиях могут получить микро- и малые предприятия, крупный и средний бизнес, социально ориентированные некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, если у них есть наемные сотрудники. Потратить полученные деньги можно на развитие бизнеса. Практически на любые цели, в том числе на погашение других кредитов, на зарплату сотрудников. Нельзя на выплату дивидендов, нельзя на благотворительность, нельзя на выкуп собственной доли учредителя. Но, собственно, на все расходы, которые связаны непосредственно с предпринимательской деятельностью, этот кредит можно направить. На новую льготную кредитную программу правительство России выделило около 7 миллиардов 700 миллионов рублей. Документы на получение займа предпринимателя могут подать до 1 июля. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Сару-24. 8 марта в доме номер 8 по улице Юности в подъезде загорелась детская коляска. Запах гари и копоть там останутся еще надолго. Огонь повредил входную дверь одной из квартир, интернет-кабель и плафон на потолке. Это меньшее, чем могли отделаться жильцы восьмого этажа. При плавлении материалы, из которых сделана коляска, начала выделять едкие пары. Отравление, к счастью, удалось избежать. Очень вредные вещества выделяются, и они очень опасны для здоровья. На сегодняшний день, с учетом вот этих физико-химических свойств этих материалов, достаточно человеку три глубоких вздоха, человек теряет сознание, и все. Дальше он уже не может сам предпринимать какие-то адекватные действия. Только за февраль и март этого года пожарные пять раз выезжали на подобные случаи возгорания санок и колясок. Происходит это из-за халатного отношения жильцов к технике безопасности, которые из-за своего удобства порой рискуют жизнью других. В подъездах оставляют, так скажем, личные вещи обихода. Неважно, коляска это. Иногда умудряются даже шкафы выставлять в общедомовое имущество, именно в коридоры. По правилам противопожарного режима, утвержденное постановление правительства 1479, это запрещено. Значит, за это предусмотрена административная ответственность. Кроме того, что личные вещи могут стать объектами пожара, они также часто создают преграду на пути эвакуации из квартир. В случае возгорания личных вещей в подъезде наказание ждет владельца предмета, виновника пожара, если он есть, а также управляющую компанию. Управляющие компании тоже должны понимать свою ответственность. Они должны за этим постоянно следить, чтобы именно на путях эвакуации, в коридорах и так далее не складировали люди. В их зоне ответственность – это информирование, это проведение бесед с собственниками, кто это делает, ну и, соответственно, принятие мер для тех, кто не выполняет их требования. Специалисты напоминают, если в подъезде возник пожар и дым начал заполнять все пространство, нельзя выходить из квартиры. Лучше заткнуть щели в дверях тряпками, вызвать спасателей и ждать помощи. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Храм Старстотерпцев, он по своему качеству – это лучший объект, который в Сарове был построен за последние, может быть, 10 лет, как минимум. И сделать вокруг него некую такую градостроительную ауру, которая бы гармонировала ему – это было бы очень верным решением. Различные варианты благоустройства территории вокруг храма обсуждают уже несколько лет. Недавно свой проект предложило Саровское благочение. Согласно документу, сразу за территорией храма планируют построить культурно-просветительский центр для работы с семьей и детьми. Вокруг него предусмотрено озеленение устройства сквера с пешеходными дорожками, освещением, скамейками, мафами, автостоянкой со стороны улицы Менделеева. Сквер давно просили жители близлежащих домов. Если честно, мне больше нравится, когда больше озеленения в городе. Но по опыту я знаю, что у меня есть друзья, которые, наоборот, не любят, когда слишком много деревьев. Но если убирать, то, наверное, лучше сквер. Дома построить. Почему? Ну, потому что не хватает места жительства кому-то там. Конечно, культурный центр лучше. А почему? Да. Ну, вот здесь храм. Люди ходят в храм и будут и здесь отдыхать. И рядом с храмом. Зелени практически не остается в городе. Какой он был зеленый? Я с 54-го года живу в городе. А сейчас что осталось? Лучше сквер, естественно. А почему сквер? А потому что и так друг на друге стоят дома. Вот. Уже, в общем-то, места нет разумное. За это и потопы происходят. Вот. Снегопады, снег, некуда класть. Вот. Затора со снегом и прочее. Ну, лучше сквер, наверное. Так, поменьше, чтобы народу было. Чтобы можно было, как говорят, в сквере посидеть, выйти там, подумать вообще. Культурно-просветительский центр, как следует из статьи на сайте православной Сарова, будет представлять собой двухэтажное здание. В нем сосредоточится приходская жизнь саровского благочения. Будут проводиться занятия для детей, работы детские кружки и секции. В оборудованном театральном зале жители города смогут увидеть концерты, спектакли православного творческого объединения «Мир» и приезжих творческих коллективов. Предусмотрено пространство для проведения выставок и организации праздников. Запланировано помещение для молодежного клуба, волонтеров, библиотеки с читальным залом, кафе и игровая комната для малышей. Чтобы создать среду комфортную для жителей и некое место протяжения более универсальное, не только как культовое сооружение, а как еще, то есть просто чтобы люди сюда приходили и любовались на эту церковь. Не мимо шли по тротуару, а здесь как-то располагались на каких-то площадках, смотрели, дети играли. Пока это только планы, но Саровское благочение верит в их воплощение в жизнь. Неудовлетворительную оценку поставила комиссия ДГХ за обслуживание дорог второй и третьей очереди. Обильный снегопад в праздничные выходные стал испытанием для рабочих и техники. Во время снегопада у нас работало где-то 11 единиц транспорта, который наш чистый, расчищали город, убирали. Первая и вторая очередь прошли в 11 лет. Это для того, чтобы передвигался транспорт, а для того, чтобы расширить, опять же, где-то мешает транспорт, где-то другие какие-то причины. На объезде комиссия во главе с Сергеем Лобановым обозначила места с наибольшей колейностью. Одними из самых проблемных стали участки на улицах Силкина, Гагарина, Герцена, Маяковского, Зерновой и Садовой. Есть проблемы у автомобилистов. Поступают жалобы и действительно сложности. И не просто автомобилистам, но и людям сложно перемещаться по таким неровностям, которые образовались в результате колейности. И у нас обращение к жителям. Там, где проводится уборка, внимательно следите, убирайте автомобили для того, чтобы не мешать механизированной уборке. Потому что наличие любых автомобилей в период проведения уборки, естественно, создает препятствия и сложности к наведению порядка на дорогах. Устранение колейности касается также Центр ЖКХ и других управляющих компаний города. Некоторые придворовые территории и тротуары тоже завалены снегом. У них тоже задача в течение двух-трех дней максимально привести территорию в порядок после снегопадов, который прошел с 7 на 8. По словам Сергея Лобанова, если службы в ближайшее время не выполнят расчистку улиц, ДГХ будет их штрафовать. Обращаться в случае завала в колеи гололеда на конкретных участках можно в дежурную диспетчерскую службу ЖКХ 05, либо в департамент городского хозяйства по телефону 977-06. Вместо проверки документов – приятные пожелания, цветы и комплименты. 8 марта на дорогах Сарова автоледи получали поздравления от инспекторов ГИБДД. Удивление и улыбки не сходили с лиц водителей и пассажиров. С праздником от всего самого-самого хорошего. Ни жезла, ни гвоздя на нашу Саровскую городу. Спасибо большое. Так, с праздничком. Спасибо. Акцию «Цветы для автоледи» Саровские полицейские проводят уже много лет. По словам начальника ГИБДД, женщины на дорогах отличаются аккуратностью и ответственностью. В праздник особенно хочется порадовать и поблагодарить их. Несмотря на то, что им там иногда не достает опыта вот таких экстремальных, может быть, вожденных условиях снегопада, но тем не менее они намного-намного порядочнее и, скажем так, более законопослушнее, чем мужчины. И чем больше женщин будет на наших дорогах, я думаю, тем они будут безопаснее. Сегодня было у всех прекрасное настроение. Вот самое главное, чтобы наши водители и не только женщины, но и мужчины самим дали правила дорожного движения. Госавтоинспекторы также напомнили участникам о безопасности, о том, что нужно быть предельно внимательными, не садиться за руль в нетрезвом состоянии и соблюдать правила дорожного движения, особенно в праздничные дни. Уборка в подъездах – это часть содержания общедомового имущества, за которое платят собственники жилья. Пункт 126 о ежедневном мытье полов в подъезде новых санпинов эксперты назвали самым резонансным. Так как чистота уборки напрямую связана с оплатой труда коммунальных рабочих. Вода на полив земельного участка – тоже дополнительные расходы. Это повлечет за собой увеличение суммы в платежках. Собственники должны на своем общем собрании принять решение о том, какой размер платы они готовы вносить за содержание общедомового имущества. Только собственники должны это все контролировать и осуществлять. Это средства собственников. Как пояснила заместитель председателя Ассоциации многоквартирных домов, в Сарове ситуация другая. В советских времен муниципалитет утверждал и по сей день утверждает размер оплаты за содержание общедомового имущества в многоквартирных домах, делая различные категории в зависимости от благоустройства. Новые санпины будут действовать 6 лет – до 1 марта 2027 года. В них вошли в том числе требования к содержанию площадок для накопления ТКО, к качеству питьевой воды, содержанию зданий и помещений при домовой территории. Исполнителем этих требований является либо управляющая организация, либо товарищество собственников. Плательщиками данных услуг, заказчиками являются собственниками. Но если будет установлен факт нарушения санпина, то наказание понесет либо управляющая организация, либо товарищество собственников жилья. Пандемия научила людей быть требовательнее к уборке помещений и территории. На собственном опыте человечество убедилось, что распространение болезни можно остановить, соблюдая санитарно-гигиенические правила. Раннее еще немного морозная весна, жаркое лето, багряная осень и снежная зима. Городской музей предлагает саровчанам посмотреть на четыре времени года глазами талантливого художника Ивана Маркина. Работы выполнены в довольно хрупком виде искусства – графике. Почему хрупкий вид искусства? Он не такой распространенный. Вы, наверное, со мной согласитесь, да, в этом плане? Мы больше встречаем с вами живопись, как правило, акварель, гуашь, масло. А вот именно с таким видом искусства, особенно саровские зрители, знакомятся не так часто. Выставку приурочили к 70-летию мастера. Сотрудники музея старались подбирать работы так, чтобы показать все грани творчества художника. Иван Павлович много работал в жанре пейзажа. На своих полотнах он порой обращается к городской тематике. Но главный незаменимый спутник его картин – природа. На всех картинах мы сможем увидеть деревья, причем деревья, у которых свой характер, своя манера, свое поведение. Это даже, можно сказать, сказочные деревья. Мы можем с вами увидеть птички, которые сошли как будто из мультика к нам. Или какие-то задумчивые персонажи, люди, животные. Ивана Павловича вдохновляли родные места. Тема деревенской жизни красной нитью проходит через все его творчество. Лишь взглянув на эти полотна, можно понять, что к сельским просторам график относился с особым трепетом. Помимо природы, он как мастер выбирает и другие темы. И постарались вам еще показать, что все-таки художник-график иногда отходил от своих любимых материалов и мог поработать и акварелью, и живописью. Выставка мордовского графика в городском музее продлится до мая. Познакомиться с работами художника приглашает всех желающих. Квесты, экскурсии, познавательные занятия. В преддверии весенних каникул городской музей приготовил для своих юных посетителей много интересного. Пандемия начинает сдавать свои позиции, мероприятия офлайн-формата вновь возвращаются в нашу жизнь. Так получилось, что последние месяцы вся наша основная работа, взаимодействие с посетителями, были сосредоточены в интернет-пространстве. Там проходили презентации наших выставок, экскурсии, занятия. И мы очень соскучились по живому общению. Поэтому в преддверии весенних каникул мы представляем новую, обновленную нашу программу для школьников. Сотрудники музея обновили этнографическую программу. Школьникам расскажут о крестьянском быте 19 века на занятии «Хороша кашка да мала чашка». А для тех, кому интересны русские народные игры и забавы, подготовили экскурсии. Под кусточком у дорожки сидели с комарошки. Мы обновили полюбившуюся программу «Лес полон сказок и чудес», дополнив ее новыми занятиями. Квест для школьников будет посвящен 330-летию городу. Это важность вехи в нашей истории. Часть мероприятия будет посвящена истории монастыря. В этом году ему исполняется 315 лет. Весенние каникулы будут проходить в музее с 23 по 31 марта. Подробнее о программе мероприятия можно узнать на сайте музея или в его социальных сетях. Записаться можно по телефону 769-65. Начнутся каникулы в художественной галерее 20 марта и продлятся 10 дней. Практически каждый час там будут проходить различные познавательные и интерактивные программы. Сотрудники галереи всегда творчески подходят к делу и каждый год стараются удивить своих юных посетителей. В этот раз будут программы посвященные искусству Египта, будет городецкая роспись, будут чудеса природы. В эти каникулы мы будем готовиться, знакомиться с портретом. То есть вот совершенно разные-разные темы. И в принципе на каждый возраст можно подобрать какое-то занятие. Каждый день в 12 часов будут начинаться творческие мастерские. Детей будут учить работать в различных техниках. Это и точечная роспись, создание композиций и поделок из пластилиновых жгутиков, соленого теста, шерстяных ниток и бумажного пакета. И конечно не обойдется в этом году без показа мультфильмов в кинозале галереи. Начиная с 22 по 31, все школьные весенние каникулы мы показываем. Два сеанса в день будет в 11 и в 13 часов. Это новый отечественный полнометражный анимационный фильм «Огонек огнива». Название говорит само по себе. Сказку мы все прекрасно знаем. И вот наши отечественные аниматоры сняли большое кино. Ковидные времена накладывают свои условия. Все мероприятия каникул в галереи будут проходить строго по предварительной записи. Вот записался класс. И это время фиксировано для него. Мы его встречаем, мы его провожаем. Он находится в отдельном зале, если это экскурсия. Если это занятие, он тоже находится в отдельном зале. Поэтому вот такие ограничения. Мы в масках и наши посетители тоже в масках. Познакомиться с программой детально можно в группе в художественной галереи ВКонтакте. Записаться на мероприятие можно по телефону 702-87 и 664-09. Масленочная неделя – одна из тем по программе направления музыкальный фольклор в ДШИ номер 2. Воспитанники изучают новые песни, вводят хороводы, готовят угощения. Праздничные народные обычаи ребята соблюдают каждый год. Здорово, так это интересно, когда наши дети знают наши традиции, поют песни, танцуют. Для чего это вообще делается? Ведь наши предки были очень умные, очень мудрые люди. Для объединения, для дружбы, для сохранения. И все это шло в параллели с природой. У каждого дня масленичной недели свое название. Их воспитанники знают наизусть. Катя Хатунцева на масленицу печет с мамой блины. Играет в народные забавы с друзьями. На масленицу провожают зиму и встречают весну. Первый день ее встречают. Во второй день гуляют. В третий едят блины. Второклассники направления музыкальный фольклор отправили видеовыступление на 5-й областной фестиваль «Широкая масленица». Его можно будет увидеть в рамках всероссийской акции «Народная культура для школьников» 13 марта на официальной странице регионального управления культурно-образовательными проектами. Добрые, поучительные и волшебные. Сказки связаны у многих с самыми теплыми воспоминаниями из детства. Библиотекарь из Глазова Удмуртской Республики предлагает саровчанам попробовать себя в роли авторов этих удивительных историй. И не простых, а научных. Для чего они придумали такой вид сказки? Ответ очень простой. Чтобы объявить конкурс «Атомные сказки» для подростков 12-16 лет, городов, присутствия Госкорпорации «Росатом», концерна «Росэнергоатом» и «Наукоградов». Научная сказка – это увлекательный рассказ, в котором ребенок почерпнет для себя новые знания. Тема конкурса – атомная отрасль. В сказке обязательно должен быть сюжет, главный герой и счастливый финал. Принимают только неизданные работы объемом в прозе до 20 тысяч, в стихах до 8 тысяч знаков с пробелами. Конкурс проходит в три этапа. Первый, подготовительный, основная задача его заключается в том, чтобы разработать, придумать, нафантазировать, сочинить сюжет и записать текст. Второй этап с апреля по май заключается в том, что мы эти сказки в электронном виде принимаем в библиотеке. Лучшие работы отправят в Глазов, где на заключительном этапе опубликуют сборник атомных сказок, экземпляры которых пришлют в библиотеку Маяковского вместе с сертификатами участников. Работы принимают в электронном виде до 31 мая на почту pr.lib.sars.gmail.com. Подробности о конкурсе можно узнать по телефону 9-94-06. Ансамбль русской песни «Забава» открыл концерт с задорной песней. Пестрые, расшитые сарафаны, причудливые кокошники девчонок и подпоясанные алые рубахи юных музыкантов создали неповторимую народную атмосферу. Сегодняшнее мероприятие посвящено началу весны и, конечно же, дню мамочек. То есть мы сегодня поздравляем бабушек, мам, наших девочек, которых большинство у нас в коллективе. Сегодня у нас вот такое вот мероприятие. Праздничный концерт получился импровизированным, потому что времени на подготовку из-за пандемии было немного. Однако ребята выступали как настоящие профи, и даже если кто-то сбивался, зрительный зал поддерживал их аплодисментами. Конечно, было сложно, но мы с ребятами не унываем. У нас много здесь проходит различных концертов спонтанных. Мы всегда готовы, всегда у нас есть в репертуаре те песни, которые подойдут абсолютно на любой праздник. Сегодня, конечно же, как и в любой другой праздник, мы с нашим коллективом поздравляем зрителей русской песни, русскими плясками и даже, может быть, и конкурсами со зрителями. Здесь царила домашняя и уютная атмосфера. Людмила Карпушова проводила концерт в интерактивном формате. Каждый номер предварял небольшой диалог со зрительным залом. О маленьких девчонках, невестах, мамах и бабушках. А потом юные музыканты поздравляли их песнями, частушками, стихами. Искренне и от всей души. Интерес к чтению у детей падает. Даже малыши в большинстве своем уже не воспринимают книгу как нечто особенное. Как сокровище, приоткрывающее дверь в страну сказок и волшебства. Больше внимания и интересы ребята проявляют к гаджетам. Педагоги, работающие с дошкольниками, пытаются придумать какие-то новые способы и методы, чтобы увлечь своих воспитанников книгами. Своими наработками воспитатели поделились на встрече в детском саду номер 14. В частности, педагоги незабудки рассказали о клубе семейного чтения «Родничок». Потихоньку, маленькими шагами у нас присоединяется к этому клубу очень много родителей. Также собираем мы опыт семейного воспитания именно по данной теме. Их обобщаем. С этим опытом знакомятся у нас родители и другие родители, которым тоже не безразлична эта тема. Совместное чтение объединяет детей и родителей и хорошо развивает малышей. В этом году из-за пандемии проводить занятия в клубе в вочном формате запретили. Поэтому воспитатели стали искать другие варианты, как заинтересовать детей книгами. В одной из групп придумали организовать полочку для буккроссинга. Ребятам предложили принести из дома книги, которые они уже прочитали, и начать книгообмен. После прочтения дети могут поделиться впечатлениями от книги с помощью специальных значков. И много нечитающих детей стало проявлять интерес к книгам. То есть первые задатки появились в чтении. Ну пусть даже это чтение по слогам, но оно появилось. И очень приятно, что такая форма работы нам попалась. Мы продолжаем ей заниматься и будем продолжать, будем привлекать другие группы детского сада. В дальнейшем воспитатели планируют снимать буктрейлеры, короткие ролики, в которых воспитанники рассказывают о своих любимых книгах. Своим опытом при учении ребенка к чтению поделилась с педагогами и мама одного из воспитанников 14-го сада. Татьяна Насекина с младенчества читала книги сыну Тимофею. Когда малыш подрос, его записали в библиотеку. Татьяна советует читать ребенку каждый день. Даже если навалилось много домашних дел, можно выделить хотя бы 5 минут на книгу. И книжки он выбирает сам. То есть хочет Маугли, значит Маугли. Хочет одну книжку весь вечер, вот как я говорила, мы две недели читали одну и ту же книжку, значит мы будем читать две недели одну и ту же книжку. И книжки я стараюсь читать не монотонно, там он был быстрее-быстрее оделся, а по ролям и голос изменяем. В планах воспитанников детского сада номер 14 проводить подобные педагогические гостиные два раза в год. С разрывом в 30 очков завершилась встреча баскетболистов из Сарова и Павлова. Во второй половине игры гости только догоняли и пытались хотя бы сравнять счет. Но саровчан было не остановить. Счет был достаточно приемлемый для того, чтобы уходить в концовку и цепляться за результат. Ну а в четвертой четверти, цоверно говоря, мы просто развалились. Вот поэтому счет на табло такой, да неприличие. Не хватило игроков. Есть травмирные игроки, есть один дискуссивный игрок. В принципе, это ключевые игроки. Даже малым составом гости показали хозяевам, что игра будет интересной и сложной. В начале матча обе команды шли наравне. На каждый заброшенный в корзину мяч соперники отвечали контратаками и точными попаданиями. На счету только одного снайпера из торпеда 20 из 68 забитых очков. Команда очень колючая, кусачая, быстрая, бегущая, которая здорово прессингует. И тренер у них прекрасный. Мы знали, что они будут бежать, будут нас прессинговать, мы к этому готовились. У них также есть снайпер великолепный, это Дима Почурин. Он играл за нас на суперфинале в Севастополе. Второе дыхание у саровчан открылось только к четвертой четверти. Они поймали домашний кураж и начали забрасывать трехочковые. Только в заключительной четверти игры баскетболисты заработали 37 очков. После проигрыша «Атома» торпеда спустился в турнирные таблицы чемпионата на одну строчку вниз. У нас осталось две игры, я думаю, что выше мы уже не поднимемся. Можем быть третьим или четвертым, я надеюсь, что мы будем третьим. Ну а там дальше уже будет плей-офф, будем бороться. В финал восьми будут играть четыре команды, занимающие верхние строчки турнирной таблицы. Победитель турнира получит звание чемпиона Нижегородской области, а также место в финале Приворского федерального округа чемпионата межрегиональной любительской баскетбольной лиги. Но впереди еще несколько матчей, и предсказать исход чемпионата сложно. Очень интересный чемпионат в этом году. Три команды даже идут вверху таблицы с двумя поражениями. И сейчас ситуация таким образом складывается. Если мы все домашние игры выиграем и последнюю игру в кистолу, то мы будем первые в регулярном чемпионате, что даст нам преимущество играть дома уже в раунде плей-офф, четвертьфинал и полуфинал. Благодаря домашним матчам «Атом» теперь занимает верхнюю строчку турнирной таблицы. Следующий матч саровчане сыграют 20 марта с баскетболистами из Розамаса. Команда «Газэлектроника» находится на втором месте. Для саровчан это будет возможностью взять реванш, так как выездной матч они проиграли. Вот так торжественно под звуки военного оркестра на обновленной лыжной базе прошло открытие чемпионата Саровской дивизии Росгвардии по лыжным гонкам. Такие соревнования в преддверии Дня образования войск Национальной гвардии уже стали доброй традицией. В этом году спортсменов и гостей праздника приветствовал недавно назначенный руководитель соединения Сергей Гошков. Только слаженность, сплоченность и взаимовыручка, взаимопомощь покажет, кто из вас тут сильный, чья команда будет первой, придет к финишу и покажет свои результаты. Участников разбили на две группы. Первой предстояло пробежать на время 5 километров. Результаты спортсменов шли как в личный, так и в общекомандный зачет. Остальные участники прошли трассу длиной 2 километра свободным стилем. Те участники, которые заняли первое, второе, третье место, они занимаются регулярно лыжными гонками и участвуют на чемпионатах различных уровней, в том числе за дивизию в составе сборной команды. Игорь Агаев, обладатель первого места в спортивном забеге, занимается лыжными гонками с третьего класса. Служит дивизии три месяца, свободное время отдает тренировкам. Игорь раньше часто был участником различных соревнований, побывал на разных спортивных объектах и смог по достоинству оценить трассу в Сарове. Впечатление очень хорошее, трасса понравилась, погода шикарная. Организаторам большое спасибо, подготовили чудесную трассу. Соперники достойные, все оказывали достойное давление, поэтому все прекрасно. Достойную конкуренцию Игорю составил Владислав Шутылев. На дистанции военнослужащие боролись до последнего, все решило последние сотни метров. Но Владислав не слишком расстраивается. Участие в таких соревнованиях он уже считает успехом. Мотивирует к дальнейшим занятиям спорта. Мотивирует подрастающее поколение. Также для военнослужащих и для всех командований всегда престижно, что ты представляешь часть и дивизию целую. Сейчас военнослужащие готовятся к соревнованиям, которые пройдут в апреле. Они будут приурочены к дню образования спортивного общества «Динамо», куда входит Росгвардия. Редактор субтитров А.Семкин